МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгожданные перемены для дошкольного отделения Республиканской детской клинической больницы. После переезда в просторное здание начался прием пациентов. Нам очень понравилось, потому что заняло это обследование, скажем, минимальное количество времени. В столице Хакасии стартовал Кубок Сибири по плаванию. На водных дорожках бассейна спорткомплекса Абакан юноши и девушки из 22 российских городов. У вас, конечно, бассейн большой, крутой. Здравствуйте. В прямом эфире новости в студии Ольга Баргаякова. Глава Хакасии отправился с рабочей поездкой в Москву. В числе других руководителей регионов, а также сенаторов, министров, депутатов, Виктор Зимин был приглашен на оглашение президентом России послания к Федеральному собранию. Владимир Путин говорил о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики. Россия должна шагать в ногу со временем, развивая сторону цифрового будущего. Таков основной посыл речи президента страны. При этом даже сама процедура оглашения послания Федеральному собранию была значительно изменена. Вместо Кремля центральный выставочный зал московского манежа. Позади президента огромный экран с инфографикой. Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам уверенно самостоятельно идти вперед. Мы сами должны и будем определять свое будущее. В центре внимания Владимира Путина благополучие людей, борьба с бедностью, рост рождаемости и снижение смертности. Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили ее, продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Хакасии эти слова президента касаются напрямую. В прошлом году в республике были открыты сразу две современные школы в Июсе и Нижних Сирах. На стадии строительства еще две. На 257 мест Чапаева и на 1000 в Абакане. Продолжится и возведение детских садов, что значительно сократит очередь малышей до трех лет. Все это скажется на развитии населенных пунктов. Кстати, это еще одна задача, которую президент поставил в ходе выступления. Россию ждет масштабная программа по модернизации городов и сельских территорий. Обращаюсь к руководителям регионов и городов. Состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства. Использовать для этого новые технологии решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла. И, конечно, наша важнейшая задача повысить безопасность на дорогах до минимума снизить смертность в результате ДТП. Что касается Хакасии, вопрос качества автомобильных дорог в регионе по-прежнему актуален. Вместе с тем, ряд транспортных артерий сохраняет высокую планку качества. Речь в первую очередь о федеральных трассах, автодороге Абакан-Сайногор-Черемушки, Абакан-Ак-Давурак. Также Владимир Путин не обошел стороной темы пенсии, экологии и развития торговых отношений. Все так или иначе напрямую окажет влияние на будущее жителей нашего региона. Корреспонденты РТС подготовят серию материалов, в которых каждый из озвученных президентом тезисов будет рассмотрен на примере Хакасии. Андрей Пахабов, РТС. Сразу после завершения церемонии в Москве выступление президента России Владимира Путина прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин. Цитата. Сегодня президент России дал очень важный и мощный сигнал о том, что главным приоритетом для нашей страны было и остается развитие, создание достойных условий для жизни и труда граждан, обеспечение безопасности государства. Отдельное внимание было уделено решению многих актуальных вопросов, которые сегодня волнуют людей, прежде всего связанных с благополучием и благосостоянием наших граждан. Самое важное, что многие инициативы, которые сегодня озвучил лидер нашей страны, в течение ближайших лет получат мощную государственную поддержку. Конец цитаты. Находясь в рабочей командировке в Москве, глава Хакасии принял участие в совещании, на котором говорили о ситуации на рынке труда. Виктор Зимин подготовил отдельный доклад, в котором рассказал, как в нашем регионе борются с безработицей. Особое внимание было уделено Моногорода. Хакасию в очередной раз отметили на федеральном уровне. В республике одни из самых низких показателей безработицы в Сибирском федеральном округе. Всего 5%. Об этом шла речь на совещании в правительстве России. Также на встрече отметили эффективность работы, проводимой в республике по снижению неформальной занятости, а также стимулированию жителей малых и отдаленных сел к занятию животноводством. Отдельное внимание было уделено ситуации в Моногородах. О положительном опыте глава Хакасии рассказал в своем докладе. В вершине Сея был принят комплекс мер, трудоустройство, в том числе вахтовым методом, оформление на пенсию, обучение новым профессиям, открытие собственного дела. В итоге из 470 уволенных работников на учете в центре занятости осталось всего 6 человек. Ситуация стабилизируется и в Абазе. Мы переломили непростую ситуацию в Абазе, где рудник был на грани закрытия. Сегодня, благодаря усилиям республики, наших бизнес-партнеров из компании «Евраз», при поддержке Министерства промышленности и торговли России, мы уже говорим не просто о спасении предприятия, но о его развитии и техническом переоснащении. Приобретено современное оборудование, вышли на новый рудный горизонт. Это гарантия стабильной работы на 10-15 лет. На рудник дополнительно трудоустроено несколько десятков работников. Всего их более 600. Кроме того, в Абазу, получивший статус ТОСЭР, активно привлекают новых инвесторов. Для реализации их бизнес-проектов нужны трудовые ресурсы, которым на совещании уделили особое внимание. Была отмечена способность Хакайсис закрывать потребность в кадрах за счет собственных ресурсов. Важную роль в этом сыграла грамотная работа по развитию среднего профессионального и высшего образования, которая велась последние несколько лет. Сказалась также помощь молодым семьям и специалистам, которые в том числе получают бесплатные участки под строительство жилья. В Хакайсии дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Снегопад осложнил ситуацию на трассах в Аскисском и Таштыбском районах. Больше 20 единиц техники расчищают проезжую часть и обочины от сугробов. Минтранс Хакайсии призывает водителей быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по телефону, указанному на экране. А уже завтра очередное штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра местами до 23 метров в секунду. По республике ожидаются снегопады и сильный гололед. Непогода продержится в Хакайсии до середины следующей недели. В предстоящие выходные, возможно, 30-градусные ночные морозы, а вот к 8 марта в республике заметно потеплеет. Выглянет весеннее солнце. Температура днем до минус 1 градуса в середине марта вновь похолодает. Ну а плюсовые отметки за окном жители Хакайсии увидят лишь в конце месяца. Улучшили условия долгожданные перемены для дошкольно-школьного отделения Республиканской детской клинической больницы. В начале года медики переехали в более просторное здание. Начался прием пациентов. Какие новшества предлагает для них Минздрав, расскажет Татьяна Лукуц. Отделение переселилось в здание женской консультации на улице Чертыгашево. Помещение готовили больше месяца. Купили недостающее оборудование, организовали досуг для юных пациентов. К примеру, в отдельных кабинетах установили телевизоры, а стены украсили плакатами. Яркие мультяшные – малышам, информационные – старшеклассникам. В общем, мы потратили на оснащение, на ремонт порядка полутора миллионов рублей. Это первое. Второе – здесь площадь больше, чем была там, практически в два раза. На базе усовершенствованного отделения правосмотры проходят дошколята и школьники до 18 лет. О них заботятся неврологи, психологи, стоматологи и другие специалисты. Делают электрокардиограмму и УЗИ. Есть даже собственная лаборатория забора анализов. А самое главное – все это теперь в одном месте. Прямо по коридору расположилось еще одно отделение детской клинической больницы – Центр здоровья. Кстати, посетители оценили, насколько просто попасть на прием. Нам очень понравилось, потому что заняло это обследование, скажем, минимальное количество времени. Предварительная была запись, то есть в очереди мы не стояли. Ну и, соответственно, представили все документы, которые были необходимы для прохождения обследования. Почему это сделано? Чтобы увеличить доступность помощи детям. В Российской Федерации уже несколько лет стартовал приоритетный проект «Бережливая поликлиника». И вот это вот открытие этого отделения – это один из шагов тоже на встречу в рамках организации «Бережливых поликлиник» Республики Хакасия. В ближайшее время специалисты начнут принимать на осмотр и новорожденных с первого месяца жизни. В планах республиканского Минздрава организовать консультативно-диагностическую поликлинику для всех детей Хакасии. Татьяна Лукут, Дмитрий Щеглов, РТС. Полиция просит зрителей РТС помочь в розыске жительницы Абакана. 20 февраля Ольга Большакова ушла из дома и не вернулась. На вид 45 лет, плотного телосложения, волосы темные, отсутствуют верхние зубы, левая сторона тела малоподвижна. Была одета в темную дубленку с капюшоном и серые спортивные штаны. Все, кто знает местонахождение этой женщины, может сообщить в службу 02. Назорные каникулы у малого бизнеса есть возможность отказаться от проверок со стороны контролирующих органов. Как облегчил такой мораторий жизнь предпринимателям Хакасии, выяснила Катерина Ярушина. Сейчас у нее свой салон красоты. Парикмахер Лена Баранова начала свое дело почти 20 лет назад. Мастер признается, было тяжело. Проверка за проверкой. При этом надо было умудриться совместить бумажные хлопоты с обслуживанием клиентов. Раньше как бы нас, даже при открытии, и сэс, и пожаркой, и все, все, все. То есть это надо было пройти, мамородная, сколько, кучу всего, и документации, и проверок, и все, и открытия, и подписки, и акты. Два года назад малый бизнес освободили от изнуряющих проверок. Федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесли изменения. Действует мораторий до конца 2018 года. Елена Баранова подтверждает, плюсы новшества почувствовала сразу. Сейчас в этом плане намного проще, то есть и проверок как таковых практически и нету, только если кто-то пожалуется, допустим. А так как бы нас не дергают вообще. То есть даже при открытии своего помещения, то есть нету такого, что прям приходили, конкретно проверяли. За соблюдением закона следит прокуратура. Она даже может наказать других надзорников, если они нагрянут с проверкой. Списки бизнесменов находятся в базе данных на сайте налоговой службы. Предприниматели вносятся туда автоматически и при регистрации ИП. Реестром также пользуются МЧС и Роспотребнадзор. Из запланированных в этом году полутора тысяч проверок надзорники отклонили 60. Все-таки, если предприниматель обнаружил себя в плане, ему необходимо обратиться с заявлением в контролирующий орган, где указать, что он является малым предпринимателем и просит не проводить в отношении него проверку. Вместе с тем, мораторий совсем не означает, что мелкие предприятия ушли из-под контроля. Остались проверки по жалобам заявителей. Кроме того, и существуют исключения. В частности, к ним относятся предприниматели, которые ранее привлекались к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации или приостановления деятельности, а также осуществляющие свои деятельности в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы. Это частные детские лагеря, стоматологические кабинеты и котельные. В этом году их ждут десятки визитов строгих контролеров. Катерина Ирушина, Дмитрий Парахин, РТС. На развитие потребкооперации в Хакайсе в этом году потратят 10 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство овощехранилища, приема заготовительного пункта для сельхозпродукции, перерабатывающего цеха. За счет республиканского бюджета планируется отремонтировать оборудование по обработке, переработке и упаковке сельхозпродукции и дикоросов. Претендовать на субсидии могут потребительские кооперативы Хакайсе. Прием заявок в Минэкономразвития региона пройдет с 30 марта по 18 апреля. Сегодня в редакции газеты Хакайсе состоялась встреча инициативной молодежи с журналистами. Как повысить интерес молодых людей к решающему дню, выборам президента страны в нашем материале. В Хакайсе к предстоящему дню голосования молодежь подошла креативно. Решено объявить фотоконкурс «Я выбираю», который пройдет 18 марта. 18 марта молодые жители республики Хакайсе приходят на избирательные участки и голосуют. Выбор сделан. Они ищут волонтера в нашей фирменной футболке. Розыгрыш призов будет через волонтера именно в этой футболке. У волонтера будет вот такая вот фоторамка. Все, что остается сделать – селфи с вот такой рамкой и выложить фото в соцсетях ВКонтакте или Инстаграме с хэштегом «Я выбираю 19 РФ». Либо загрузить на одноименный сайт и ждать результатов. Кстати, организаторы призывают проявить фантазию. За самый интересный снимок участники получат ценные призы. Большой телевизор, iPhone 8 или iPad Pro. Найти самих волонтеров можно будет неподалеку от избирательных участков. Мы принимали во внимание самый главный факт – это чтобы не помешать избирательному процессу. Все вот эти вот прекрасные волшебные дела будут происходить в непосредственной близости, но совершенно не рядом с урнами, не рядом с камерами. Организаторы рассказывают, что совместно с Российским Союзом молодежи проводят подобное мероприятие для повышения политической грамотности среди населения и привлечения внимания к главному событию страны. Акция пройдет в несколько этапов. С 18 по 20 марта будут приниматься конкурсные фото. В это же время проводится голосование за работы участников. До 25 марта определят фаворитов, а 1 апреля вручат призы. Полина Назарова, Станислав Колчинаев, РТС. Кстати, путешествующие по железной дороге в день выборов смогут проголосовать во время стоянки поезда на ЖД вокзалах. ЦИК России подписал соглашение с РЖД, в котором определили места для голосования в списке 38 пунктов. Например, для тех, кто отправляется из Абакана в Москву, есть возможность сделать свой выбор на вокзале Новосибирска. Что касается столицы Хакасии, то открывать подобный избирательный участок нецелесообразно, так как здесь конечный пункт прибытия поездов. А вот воспитанникам военно-патриотического клуба Ирбис с огневой подготовкой. Я в дальнейшем хочу связать это со своей профессией. Клуб появился 4 года назад в Усть-Абакане под руководством Юрия Федорова. Стрельба, занятия по рукопашному бою, забота о ветеранах, занятия поисковой деятельностью, военно-прикладными дисциплинами. Все это привлекает не только мальчишек. Я больше с детства люблю автоматы, стрелять, поэтому пришла в Ирбис. Младшие дети с нас берут пример. У нас очень хорошая дисциплина. В прошлом году семья Ирбиса пополнилась. Юрий Федоров взял под свое начало один из кадетских классов Усть-Абаканской школы. Также в состав клуба вошли юнормейцы. Сегодня в кружке больше 30 человек. Наши Ирбисята просто идеал для подражения. То есть ребята никогда не пойдут ни курить, ни хулиганить. Они всегда следят за собой, следят за, можно сказать, даже за дисциплиной школой. Ребята гордятся своими достижениями. Успех на спортивных соревнованиях. Первое место в игре победа. Но сегодня мальчишки и девчонки жалеют об одном. Им еще нет 18-ти. А значит выбирать свое будущее они пока не могут. Такая ответственность лежит на плечах взрослых. К сожалению, у меня еще 16 лет и я не могу участвовать в выборах. Но я могу сказать старшему поколению, что вы должны участвовать, должны голосовать. Голосуйте за светлое будущее и все будет хорошо. Будьте патриотом. Это обращение к вам, население, ваша активность, участие и мнение сделают Россию лучше. Это без сомнения. Выбор только за тобой, за нами. Приходите с паспортами, голосуйте, россияне. Татьяна Лукуц, Руслан Шелгынов, РТС. В столице Хакасии стартовал Кубок Сибири по плаванию в бассейне спорткомплекса Абакан. За первыми заплывами следила наша съемочная группа, рассказывает Андрей Пахабов. На водных дорожках юноши и девушки из 22 городов Сибири. Многие из приезжих под впечатлением в других городах столь современных спортобъектов немного. Ну, у вас, конечно, бассейн большой, крутой. Мне нравится ваш бассейн, особенно вот эти бортики электронные. По ним очень удобно отсекать время. Из представленных дисциплин эстафета, брас, бутерфляй предстоит разыграть 24 комплекта медалей. Победители и призеров определят в личном и командном зачетах. Абаканскую детско-юношескую спортивную школу представляет 50 воспитанников. Вдвое больше, чем в прошлом году. Конечно, нам в школу желательно, чтобы девочек больше ходило, потому что все-таки мальчиков занимается плаванием больше девочек. Ну, в плане популярности, значит, это спорт для всех, для всех возрастных категорий. Тренеры отмечают, этот кубок – важная ступень в профессиональном росте. Своего рода путевка в спорт высших достижений. После длительных тренировок, нырнув однажды в бассейн, можно попасть на мировые первенства, что, кстати, и сделали многие талантливые сибирские пловцы. Организаторы подчеркивают, первый рекорд соревнований уже поставлен. Прибыло рекордное количество спортсменов – около 450 пловцов со всей Сибири. Что касается других спортивных достижений, то о них будет объявлено ровно через три дня, когда Кубок Сибири подойдет к концу. Андрей Паховов, Станислав Полчинаев, РТС. Рок по-хакаске. В Республиканской филармонии прошел большой концерт этногруппы Иренек Хан. Как музыканты зажигают огонь в сердцах зрителей, ощутила Полина Назарова. Яркий свет киловатт и живого звука и бурные овации. Здесь повсюду контрасты. Этнические мелодичные напевы и стены, дрожащие от электрогитар и ударных. Группа Иренек Хан неоднократный победитель разных конкурсов. Порадовала поклонников с сольным концертом. Более десяти лет играли как любители, а сегодня настоящее профессиональное шоу на большой сцене. Но волнуются, будто выступают впервые. Да, мы подготовили очень разноплановую программу. Разные языки у нас. Алтайский, хакасский, русский будет язык, казахский будет язык. Будет что-то даже эстрадное, что-то русское, народное. Ну то есть такая вот солянка. Прошлой осенью группа влилась в состав Республиканской филармонии. А после успеха на всероссийском конкурсе «Новая звезда» стала известна далеко за пределами нашей Республики. Они давно уже стали культовой группой и знают себя Хакаси. Они гумеры молодежи. Но с сегодняшнего дня они становятся еще профессиональными артистами Хакасско-Республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова. И вы все сегодня крестные! Зрители не жалели ладоней. Кстати, многие приехали издалека. Второй раз на концерте первый был в Аскизе. Буквально 23 февраля приехала сегодня сюда специально. С Баградского района села Баград. Мы вообще по наслышке знаем про Ирин Экхан. Но впервые вот так вот что сидим, смотрим. Нам очень нравится. За ними уже наблюдаю год. Мы приехали с Белгородской области на постоянное место жительства. Увидела их на «Мир Сибири» на фестивале. Просто бомбовые, замечательные. Концерт завершен, но Ирин Экхан продолжает играть. Уже в интернете. Ведь сразу после концерта соцсети заполнили публикации пользователей с выступлений этно-рок-группы. Полина Назарова, Александр Сердюк, РТС. А сейчас подошло время нашей постоянной рубрики «Жду маму», в которой Ольга Камзалакова рассказывает о детях, мечтающих о новой жизни с новыми родителями. По традиции мы начинаем наш выпуск с хороших новостей. Еще один герой нашей рубрики обрел семью. Это 10-летний Виталин. Накануне он позвонил к нам в редакцию и рассказал, насколько счастлив, что у него наконец появилась любящая мама. Сегодня мы находимся в Черногорской школе-интернат. Совсем недавно здесь появилась девочка, история которой потрясла буквально каждого. Ее зовут Катя, ей 15 лет. У Кати умерла мама. Девочка едва пережила трагедию. Практически в этот же день с ней случился инсульт. Она долго находилась в коме. Сегодня уже в интернате девочка пытается восстановиться после болезни. Заново учится ходить и разговаривать. Меня поразила ее сила духа, сила воли, что она вот, несмотря на вот особенности, она может сама себя обслужить, сама помогать. Еще как-то она не... Ну, волевой человек. Есть многие дети, которые... Многие люди опускают руки и все, и ничего не хотят. А вот этот ребенок что-то хочет, чего-то хочет добиться в этой жизни. Катюш, я знаю, что, ну, ты девочка с очень непростой судьбой, с непростой историей. Расскажи, как ты это все переживаешь сейчас и вовсе оказалась в интернате. Как ты себя настраиваешь? Что ты говоришь себе? Ничего. Я обычно воспитательными рассказываю. И это... Необычная тишина. Тоску. Все-таки тоскуешь? Тяжело еще? Катюша, а что тяжелее всего? Наверное, тяжелее остаться бессильным. А скажи, каково, ну, чувствовать, что ты все равно не такой, как все, да? Может, какие-то насмешки, там, взгляды какие-то косые на тебя. Ты чувствуешь это? Да. Да, есть. Как ты это все переживаешь? Я обычно ухожу, накачиваюсь. Мозик слушаю. О событиях в республике можно узнать и в интернете на сайте tvrts.ru, а также на сайте газеты Хакасия, газета19.ru. Я на этом прощаюсь. Всего доброго и удачи.